Сегодня у Гомеля узгадывали историю Украины. Тут пройшли урочистый сход и святочный концерт, присвеченный 100 годзю БССР. Мероприемство наведали наши корреспонденты. 30-го снежня 1918 года у Смоленску пошла работу 6-я конференция организации Российской социал-демократичной рабочей партии Павночно-Заходней в области. 1-го вересня 1919-го обвешана Советская социалистичная республика Беларуси. Это был не простой час. С Гомеля только что сошли немецкая казеровская армия и войскі Пятлюры. Советская Россия чекает на доходу войсковых частей президента Польши Пилсудского. И на фоне усягу этого мары обсусветной революции. Создание Беларуси на советской основе – это идея лидера Белнацкома, который ходил Червяков и другие наши лидеры Беларусской уже Советской Республики. Это коммунистические секции, которые существовали в Питере, Петрограде, Москве и других городах России, куда входил в это образование, ходил и Жилунович. И это было принято решение формировать из лидеров, можно сказать, белорусских, коммунистов белорусских, национал-коммунистов, как это принято считать, да, правительство, в том числе, белорусское. А ведь проблемы были и такого порядка. Значит, Мяснюков, Кнорин ставили вопрос о том, что вообще существует ли вообще белорусская нация. То есть те, которые находились у руководства противосоветской здесь, на территории, когда эта советская лазь устанавливалась, они несколько иное мнение имели. Потому что идея была мировой революции. И они считали, что эти национальные рогатки, перегородки, они мешают мировой революции. Межтым, минавито Тая, первая советская социалистичная республика Белоруссия стала подмурком, на яким праздникальки десяти годов была створена Сучасная Республика Беларусь. Закладенные в той час основы державности дозволили поспехово развиваться Сучасному громадству. За сто годов в истории краины были разные периоды. До 1940 года только у Гомеля действовало больше, как 260 предприемств, але подчас Великой Айчинной, практически усеянной, были разбораны. Потом наступил период одновления народной господарки и ее розквиту. Хоть ведомо Гомельщина не только экономичными поспехами, але и своими урадженцами. Министр замежных справ Советского Союза Андрей Грамыка. Керовник Беларуси и первый наместник старшини Совета Министров СССР Кирилл Мазуров. Старшиня Гомельского облаканкама, первый секретарь Гомельского областного комитета КПБ и старшиня Верховного Совета Беларуси Иван Поляков. Он пользовался доверием Леонидовича Брежнева, поэтому когда Леонидович уезжал в отпуск, то Иван Евгеньевич Поляков вылетал в Москву и в течение месяца исполнял обязанности председателя Президиума Верховного Совета СССР. То есть не каждому, так сказать, у Брежнева было 15 заместителей, но только Поляков, как правило, исполнял его обязанности. Ну а что касается, то в момент он за высокие урожаи в Минской области удостоен звания Героя Социалистического Труда. Ну и поэтому оставил добрый след. Урошистый сход – это махчимость не только узгадать историю Украины, але и подяковать тем, кто унес значный уклад в ее развитие. Гоноровые грамоты, памятные медали, подяки. Сегодня Беларусь – самодостатковая нация со своим минулым, сучасным и будущим. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».